МА-МА-УМ Мы уже пятый год на шприц-ручке. У нас получается и длинный, и короткий мы колем. Все началось, когда Алине было полтора года. Родители заметили, что девочка стала быстрее уставать, гораздо больше пить. Стали воспаляться глаза, появилась одышка. Малышка стала меньше играть, больше спать. Что случилось со здоровым ребенком, сразу не могли определить даже врачи. Но пока специалисты искали причины недомогания у девочки, Алина на несколько дней впала в кому. Когда только с кому вышли, она говорит, мама. Я, конечно, боялась. Думаю, как она будет говорить, потому что все-таки кома была. И она попросила кушать. Вот так вот. Сейчас, как и у всех страдающих диабетом, у девочки строгий режим питания и сдержанный образ жизни. Мама рядом и в садике, и дома внимательно следит за состоянием дочери. Вот только в школе, куда девочка пойдет уже первого сентября, держать под контролем сахар будет гораздо сложнее. Алине в любой момент может стать плохо. А это значит, что снова крайне важна активность телезрителей «Восьмого канала», которые всегда оперативно отправляют добрые СМС-сообщения на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость такой услуги – 75 рублей. СМС с одного номера можно отправлять сколько угодно. К слову, точно такие же СМС-сообщения помогли и пятилетний Даша Лепчук из Надеждинского района сделать дорогостоящую операцию в Москве. Требовалось 277 тысяч рублей. В гости к малышке мы приезжали еще в ноябре прошлого года. Девочка почти не разговаривала. Нейрофиброматоз – дна полости рта, языка и окологлоточного пространства. Этот диагноз даже поставили, когда девочке не было и года. Скорее всего, по матери, наверное, линии. Вот она моя дочь, я что говорю. Поэтому у нее, как вот, видите, вот у нее на шейке пятнышки по телу. Вот такое же было у матери все. Вот это признаки маленькой стадии нейрофиброматоза. Бабушка-малышки переживала, что необходимые средства не соберут, но, к счастью, ошибалась. В марте девочку уже прооперировали специалисты Центра челюстно-лицевой хирургии. Врачи исправили форму языка девочки, удалили патологические ткани в полости рта, устранили опасность их аномального разрастания. Теперь, по словам врачей, Даша чувствует себя хорошо и может нормально есть и говорить. И как только девочка восстановится после операции, мы обязательно снова отправимся к ней в гости. А пока все вместе поддерживаем Алину Настевич, которая уже несколько лет, стойко переносит испытания диабетом. Инна Щедрова, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»